Всем привет! Спасибо, что заглянули на мой канал. Меня зовут Елена и сегодня видео об ароматах, которые я чаще всего ношу. Такие повседневные варианты моего парфюмерного гардероба и ароматы, которые специально я выбираю на какие-то особые случаи. Не забывайте, пожалуйста, подписаться на мой канал, поставить колокольчик, чтобы быть первым в курсе новых видео. Начну, пожалуй, с тех ароматов, которые ношу чаще всего. Это те ароматы, которые мне легко надеть в любое время дня и ночи. И я не знаю, что я буду хорошо пахнуть, я знаю, что я получаю комплименты на эти ароматы. И одним из вариантов на каждый день для меня является аромат Шанель Парис Венис. Бутяковая линейка и он, хотя, в принципе, он сейчас уже продается и в корнерах Шанель. Для меня это аромат ванили, ванильно-лимонный кекс. Вот такой вот ассоциация, такая вот ассоциация у меня с этим ароматом. Он для меня очень мягкий, очень лёгкий, воздушный, такой невесомый. Знаете, запах чистого тела. Вот когда ты после душа выходишь, свежий, бодрый, и в то же время он запудривается слегка. И такая, получается, ванильная пудра с капелькой лимонного сока. Вот такой он свежий, приятный, ненавязчивый, не кричащий. Но у него есть шлейф, у него есть стойкость. И он очень милый. На каждый день под белую рубашку, под джинсы, под любой абсолютно наряд. Он идеальный, уместен. И мне он очень нравится, этот парфюм. Я его люблю. Коко Мадемуазель. Тоже Шанель. И это была когда-то моя парфюмерная я. Все знали, когда я была на работе, потому что запах просто заполнял всё помещение. Все знали, что Лена на работе, что Лена пришла. Либо я прошла, например, была у подруги в гостях и уехала уже. А её сын всегда говорил, что, мама, Лена у нас была, потому что пахнет Леной. Вот так. Так, каком Мадемуазель, не буду слишком много рассказывать. Все вы знаете о нём. Для меня это женственность, это нежность, это цветочность. Это тут же, это также и перчинка какая-то присутствует, и горчинка. Всё в меру, всё уместно. Мне нравится, я люблю. У меня есть вариант и туалетной воды, это парфюмерная вода, и интенс. И очень люблю их. Следующий такой же мой любимчик, это Мояве Гост Байреда. Я очень его тоже люблю в ветреные дни, когда ветрено, когда струится аромат. Он просто струится, он каждый раз разный. Ты всегда подходишь к нему и удивляешься. Сегодня он такой, завтра он другой. Но он приятный, он такой необычный. Такой он свежий, бодрый, струящийся, такой звонкий. Знаете, даже как будто бриллианты рассыпаны. Вот такой вот кристаллы Сваровские в этом флаконе. Вот он прохладный, он не тёплый совершенно. И тоже для меня он подходит на любое время, что это такое тут у меня летает, на любое время года, на любое время суток. То есть это то, что можно спокойно нанести. Мне достаточно одного пшика, и я буду знать, что я благоухаю весь день. Если мне надо обновить, я просто его обновляю, и всё. Еще один мой любимчик, это флёр наркотик от Экснила. Тоже известный нашумевший аромат, все его знают, все в парфюмире, да. Для меня это вот охапка жасмина, жасминого куста, я не знаю, сирени, ландыши, бело-цветочный каких-то цветов, петалия здесь, личи, вот что-то такое. Он яркий, он напористый. Да, его достаточно всего один брызг. На работу, возможно, я его бы, конечно, не одевала. Но я имею в виду, смотря на какую работу. Я работаю с людьми, поэтому мне, ну, никак нельзя благоухать очень сильно. Но если я не работаю, и мне надо произвести впечатление, я всегда одеваю его. Он стойкий, он шлейфовый, он обволакивающий, и он настолько сексуальный, не побоюсь этого слова, что все будут спрашивать, чем вы пахнете, что за парфюм, будут бежать и задавать вопросы. Я ношу его в любое время года, вот по настроению, вот захотелось, и я все, понеслась. И когда мне нужно произвести какое-то впечатление. Еще один мой красавчик, любимчик, это Juliette Hezegane, Juliette Hezegane, note parfum. Для меня это молекулярный парфюм, это нота чистоты, это амброксан. Он всегда разный, чаще всего я его ношу в прохладное время года, либо когда очень ветрено и холодно, например, летом. Я его наслаиваю иногда на какие-то другие парфюмы, либо его кладу сначала, а потом сверху припыляю, припыляю другим парфюмом, взбадриваю. Очень мне нравится. Я слышу вот в данный момент какие-то деревяшки, но от этого он нисколько не хуже. Бывают кремовым, бывают древесным, бывают таким под настроение. Иногда очень пахнет, иногда нет. Но вот на каждый день для меня вот он идеален. Далее парфюмы, которые такие более сексуально игривые. Killian, отвалилась у меня вот эта штучка, я ее не могу никак все приклеить. Который раз уже извиняюсь в видео, но факт есть факт. Good girl gonna bed. Очень хороший персик, звонкий, сочный, нежный, такой шероховатый. Очень-очень люблю его. У меня уже старенький, старичок. Осталась там половинка, даже, может быть, меньше половинки флакона. Для меня это свежесть, легкость, женственность, даже такая девчачесть, я бы сказала. Взбалмошность, капризность иногда. Хочется топнуть ножкой. И тоже уместен под любой вид одежды, под любой образ. Люблю его, ношу его с удовольствием. Следующий мой сексуально настроенный парфюм. То есть, как бы, это парфюм... Я бы не сказала, что на каждый день это секс во флаконе. Я его называю именно так. Потому что здесь роза в... Знаете, вот, когда ты нюхаешь розу с куста, вот она пахнет и зелёными листиками, и шелковистостью своего бутона. Это очень нежный, раскрывающийся бутон. Это не яркая роза, которая такая красная, помадная. Нет. Это очень тонкая, шлейфовая. Его можно сравнить немного с парфюм Демарли Делина, но Делина более напористая, поэтому я её не включила сюда. Хотя тоже её очень люблю и пользуюсь. Вот, может быть, Делина, которая роза, прозрачный розовый флакон, вот, он больше, наверное, подходит под описание этого парфюма. Очень нежный, очень тонкий, мускусный, такой пудровый, амбровый, цитрусовый, мягкий, пряный. Вот он приятный, да, одури и очень игривый. Для меня образ, это, конечно же, не джинсы, а если джинсы, то это должны быть какие-то очень строгие джинсы и шелковая блуза, либо какая-то рубашка такая. Мужского быть покрой, но вот какая-то она сдержанная, хорошо отглаженная, такая, очень-очень такая сексуальная. Когда женщина надевает мужскую одежду, она выглядит очень сексуально в ней. И вот этот парфюм про секс для меня, про женственность, про чувственность, очень люблю его и берегу. Следующий парфюм, который на данный момент является моим парфюмерным я, это Симоне Андреоли, Don't ask me permission, это танцы до утра, жаркий климат, это Бразилия, это Рио-де-Жанейро, это, да любая, любая страна, где тепло, и где солнечно, и празднично, и веселье кругом, и коктейли, алкогольные напитки, танцы, музыка, вот это всё в этом флаконе. Здесь вкусные фрукты, алкогольные нотки, капелька рома, персики, маракуйя, вот такое всё это смешанное, прям пенится. Очень тёплый, согревающий, окутывающий, но в то же время очень шлейфовый и стойкий. Если вы любите кирки или эрбапура, то этот аромат вам подойдёт, потому что он в одном направлении, но кирки более кислый, более мускусный, эрбапура более фруктовая, наверное, такая корзина яркая разных фруктов, то этот посредине, то есть он не кислый и не слишком фруктовый такой. Очень тоже его люблю, Симоне Андреоне, Don't ask me permission. И ещё один мой любимчик, когда нужно быть сексуально привлекательной, надев парфюм, это Laurent Mazzone Essential and Decadence. У меня экстрат де парфюм, очень его люблю, это орхидея с мускусом, ванилью, то есть он настолько экстравагантный, он нежный, он, знаете, запах кожи, вот что-то такое кремовое присутствует, пудровое в этом аромате. Он ванильный, он такой чувственный, сладкий, мускусный, ванильный, фруктовый, то есть он цветочный, очень приятный. У меня это вообще-то версия эксклюзив, поэтому его сейчас даже и не найти, этот парфюм Essential, Decadence. То, что будет оборачивать всех абсолютно, то есть все будут идти и оборачиваться вам вслед, потому что шлейф настолько длинный, стойкость настолько убойная, что достаточно всего пару брызгов и все. И вы королева. Один раз я подарила своей подруге от Levante этого парфюма, и она сказала, что когда она шла, она побрызгалась, и она шла, смотря на себя в отражении витрин, и думала, что она такая вот сексапильная, и потому что все смотрели на неё, и она была довольна этим, что люди обращали на неё внимание. Очень красиво, очень его люблю и берегу, как зеницу ока. И осталось у меня четыре аромата, которые я пользуюсь не так часто, но я ими пользуюсь, и они для меня, когда мне хочется чего-то такого тёплого, согревающего, уютного, и, наверное, больше на зимний период времени. И один из таких вариантов – это идеаль букет или букет-идеаль Казамарати Ксержов. М-м-м, боже-боже-боже-боже, здесь цветы все, какие только есть, собраны в охапку и сдобрены табачком, амброй и мускусом. Немного ванили, каких-то деревяшек, и он такой становится мягкий, нежный, уютный. М-м-м, просто, просто вот вдыхаешь и улетаешь куда-то. Вот такой вот он красивый, мягкий, обволакивающий, очень стойкий, очень комплементарный парфюм. Если вы не знакомы, попробуйте, понюхайте, послушайте. Я думаю, что он вам понравится. Специевый такой дерзкий парфюм – это «Вишкам Тру». И это «Стефанум Берлука». Это древесно-ванильный парфюм, потому что я слышу в нём отголоски древесины, отголоски ванили, каких-то трав, специи, корицы. Немного, то есть она не совсем такая яркая зимняя корица, но вот очень позитивный аромат. От него идёт такое умиротворение. В то же время ты понимаешь, когда ты его наносишь, то вокруг тебя образуется мягкое пушистое облачко из ванили, древесности, амбровости, вот специй, перчинки чуть-чуть, немножко корицы. К базе он становится такой дымный, животный, то есть очень согревающий, тёплый, уютный парфюм. А в старте у него цитрусы и цветы. И ещё один мой любимчик на зимний период времени, который я ношу с удовольствием зимой, либо вечером, когда мне хочется уюта, тепла, мягкости. Это диптик, дуэль у меня в парфюмерной воде. Это ванильный, тёплый, пряный парфюм, амбровый, с пудровой ноткой, мускусный, сладкий. Он такой, знаете, мне почему-то, я слышу еловость какую-то в нём, то есть древесные ноты, кедр. Не знаю, вот я так ощущаю этот аромат. Каких-то ягод мне хочется туда даже намешать, которые я не ощущаю, но мне кажется, что они там есть. Нота барбариса, немножко кислинки. Очень приятный, чувственный, знаете, согревающий, настоящий такой парфюм. Я бы даже сказала, что он больше в классическую какую-то школу уходит. И он комплементарный, он стойкий, он шлейфовый. Очень его люблю. Если вы не знакомы с данным творением, попробуйте, послушайте. Я думаю, что вам тоже понравится. И последний парфюм, о котором я хотела вам рассказать, это Анжелик Нуар от Керлан. Боже, это ваниль с травами, с каким-то зельем. Вот он сегодня у меня на руке, я просто не могу оторвать носа. Это ваниль, но она не сладкая ваниль, а такая терпкая, если шершавая, может быть, со стрючка, которая снятая. Она немножко шероховатая, немножко древесная. Она сырая, наверное, правильнее даже так сказать. И припудрена цветами, припудрена эта ваниль древесными нотками. Парфюм очень женственный, очень чувственный. Он направленности восточно-цветочный, как и все предыдущие товарищи, которые я показала. Они восточной направленности. Я люблю такие парфюмы. Посмотрите, какой он у меня уже старичок. Он уже настоялся. Был, конечно, светлый, и вот остались последние капли. Это старый флакон у меня. У меня есть помпа к нему и закручивающаяся крышка еще. Верхние ноты – это ангелика, груша, розовый перец, жасмин и тмин. Базовые ноты – это ангелика, ваниль и кедр. Вот, да, древесина дает вот это звучание какого-то шепота. Я не знаю, оно как будто бы шепчет, этот парфюм. Он не кричит, он не открывает с ноги двери, но он настолько собранный, чтобы что-то из него вычленить, из этого парфюма, ну, просто не хватает даже воображения. Он именно цельный парфюм ода ванили, ода древесным нотам, амбри и цветам. Ну, и, конечно же, мускус для стойкости, для яркости и шлейфа. Очень красивый. Да, он, может быть, не дает такого яркого шлейфа, но зимой однозначно он шлейфит, потому что у него есть тогда воздух. Этому парфюму нужен воздух. Его нельзя носить вот так вот в помещении целый день, а его нужно выгуливать в какие-то особые моменты, возможно, на какие-то праздники, на выставки, в театр. То есть он такой, очень такой аристократичный, сдержанный аромат ванили и дерева, древесные ноты. Вот мне он очень нравится. Я люблю такую направленность, чтобы это было не сладко-сладко-сладко, а вот именно что-то такое же немного шероховато, немного такое вот щекочащее, и в то же время должно дурманить. И это были все мои ароматы, которые я с удовольствием ношу, и без которых я вот просто не представляю свой парфюмерный гардероб. Конечно же, это только часть ароматов, о которых я вам рассказала сегодня. Возможно, у вас появятся другие вопросы или пожелания какие-то, чтобы я рассказала больше о своих парфюмах. Пожалуйста, пишите в комментариях, какие ароматы вы носите на каждый день, какие вы носите в праздничные дни, например, или на особые случаи. Мне будет очень интересно почитать. И, конечно же, делитесь своим настроением, делитесь вашими эмоциями, замечаниями к моему видео. Я буду очень благодарна вам за все вопросы, за все слова благодарности и также, конечно, критики. Всех целую, обнимаю. Ваша Елена.